Привет! Если получилось так, что вот-вот к вам должны прийти гости, вы хотите произвести на них впечатление, стоять на кухне, что-то делать, чтобы все смотрели, какая вы прекрасная хозяйка или хозяин, я предлагаю вам приготовить дома для всех гостей ризотто. Блюдо не самое простое, но действительно оно очень интересное, и вам придется целый вечер провести в компании кастрюли. Ну, хотя бы минут 40, пока готовится ризотто, так точно. Я здесь уже нагреваю оливковое масло и лук. Лук пассируется, мне нужно, чтобы он становился стеклянным, но ни в коем случае не пригорал. Когда лук стал уже стеклянным, я буду добавлять рис. Для ризотто мы используем рис сорта Арборио, это рис, в котором очень много крахмала. Ризотто легко готовить на целую компанию, можно готовить как на закуску, так и как основное блюдо. Сейчас я смазываю Арборио оливковым маслом. Пока просто рис впитывает, но сейчас он тоже будет становиться таким прозрачным, стеклянным. Задача, в принципе, в приготовлении ризотто постоянно помешивать для того, чтобы постоянно нашим рисинкам Арборио делать массаж. В принципе, это и весь секрет. Также очень важен бульон. Если вы готовите мясной ризотто, используйте мясной бульон. Если это рыбное ризотто, как в нашем случае сегодня, это, конечно же, всегда рыбный бульон. Если просто с овощами ризотто, все равно используйте овощной бульон, потому что именно рисинки и насыщаются этим вкусом. Это дает потом им вот этот очень важный вкус. Когда рисинки все уже впитали в себя масло, я предлагаю добавить белое вино. Конечно же, алкоголь испарится, но аромат вина останется и сейчас. Рисинка еще пористая, она способна впитывать в себя вот эти вот вкусы. Поэтому один бокал вина, и я делаю массаж, непрерывный массаж. Все время поглаживаю рисинки, все время их будоражу для того, чтобы выходил вот этот крахмал, который создает в ризотто такую кремообразную, такую шелковистую смесь. Здесь я взяла красный лук, но для нас это не важно, потому что в конце мы будем добавлять чернила каракатицы. У нас же сегодня ризотто из морепродуктов. Испаряется жидкость, и когда мы видим, что жидкости стало совсем мало, по маленькому половничку мы начинаем добавлять следующие ингредиенты. Вот рыба, которая была сварена, она осталась. Ее я буду использовать чуть-чуть позже. Кстати, ведутся огромные споры, можно ли есть вот ризотто, добавлять туда сыр, если есть морепродукты, потому что сочетание не самое удачное сыра и морепродуктов. Вот вообще стараются таких сочетаний избегать, но мне кажется, что здесь можно добавлять сыр, как и должен быть он. И снова помешиваю. Пока мы еще не солим, мы просто добиваемся вот этой однородной консистенции, чтобы крем появлялся. Так, еще ложка. Чудесно. Еще один секрет ризотто, это сливочное масло. Перед тем, как закончить приготовление, вам понадобится кусочек очень хорошего сливочного масла. Рис всегда... Ммм... Практически готово, должен хрустеть. Теперь можно посолить. Альданты на зубок. Не полностью должен быть разваренный рис. Это совершенно не каша, не тыквенная каша, не какое-то детское питание. Теперь настало время добавлять чернила каракатицы. Их можно купить в специализированных магазинах. Небольшая, маленькая ложечка дает очень черный цвет. Шикарный. Сейчас рисинки впитывают тоже в себя этот цвет. Свыкаются с мыслью, что они будут сегодня черным в ризотто. Чернила имеет такой очень белковый вкус. Такой в Японии этот вкус называют умами. Ну а подавать мы будем с рыбой и с креветками. Но их мы будем добавлять уже в последнюю очередь в тарелку. Не оставляем без внимания резорта. Подготавливаем несколько кусочков рыбы. У меня это лосось, можно брать форель. Кажется, очень красиво в такое сочетание черного и нежно-розового такого. И вот, что происходит далее. Пожалуйста. А теперь просто забрасываем сливочное масло, которое растает и создаст невероятный кремовый такой вкус, консистенцию, очень приятную. Остается добавить сыр, перемешать. Наше ризотто готово. Вот, крем-ризотто, в который у меня пойдет немного креветок. И вот такая рыба. Много рыбы для дорогих гостей. Ну и что же, наслаждайтесь, получайте удовольствие и нарушайте обязательно правила. Поэтому у меня еще сверху будет и сыр. Вот так, приятного аппетита. КОРЕНЬЕ ЛИФ СИМПЛИФИЙД